В республике разворачивают четвёртый по счёту госпиталь для больных коронавирусом. Черкесская городская клиническая больница готовится принимать пациентов с COVID-19. В эти дни строители завершают последние ремонтные работы. Готовность корпуса для оказания помощи заражённым сегодня оценила Фатима Даурова. С 1 апреля начались масштабные работы по реконструкции пяти отделений нового корпуса Черкесской городской клинической больницы под стандарты для лечения больных с COVID-19. Ремонтные бригады в три смены обеспечивают беспрерывную работу. Старые окна заменены новыми, отштукатурили стены, обновили напольное покрытие и везде заменили сантехнику. Главный врач Черкесской городской клинической больницы устроила для представителей региональных СМИ предпоказ готовности новых отделений. Здесь расположится 205 коек для оказания помощи больным. На первом этаже предусмотрены 20 палат-полубоксов, которые будут работать в провизорном режиме. Именно туда вначале будут направлять больных до подтверждения точного диагноза. Это делается для того, чтобы инфицированные пациенты не пересекались с предполагаемыми, говорит Альвина Асланукова. К каждой отдельной палате будут предусмотрены шлюзы при входе и отдельный санузел. Она рассказала, какие работы были проведены и подчеркнула одну очень важную особенность нового госпиталя. Если по тому регламенту, который дал Минздрав Российской Федерации, в ковидных госпиталях можно до 30% коек держать без кислорода, то в нашем госпитале все-таки решили, чтобы все у нас коек, все 205 коек были с кислородом. Причем это не просто протянутая кислородная сеть. Вы видите, что кислород подвели в конструкции, по которым идут эти трубки кислородные. А будут стоять современные быстросъемные клапана, так называемые, которым очень одномоментно, удобно подсоединяется аппаратура. Реанимационное отделение полностью обновлено. Здесь наводятся последние штрихи перед запуском на полноценную работу. Вы сейчас слышите, как идет ремонт. Звуковое сопровождение очень очевидное. Везде идут работы полным ходом. А мы сейчас находимся в одной из палат реанимационного отделения. Совсем скоро здесь появится 36 коек, предназначенных именно для оказания экстренной помощи больных, зараженных COVID-19. К каждой такой койке будет присоединена вот такая система подачи кислорода. Как врач-реаниматолог Альбина Асланукова отметила, что новое медицинское оборудование, которым будет оснащено реанимационное отделение, отвечает всем стандартам и даже превзошло все ее ожидания. Здесь будет централизованная функция сжатого воздуха и вакуума, кроме кислорода. Это очень удобно в работе. И это помогает электроотсасыватель от больного к больному не передвигать. А у каждой койки будет свой вакуум и свой сжатый воздух, кроме подачи кислорода. Это очень важно. Медицинский персонал готов к работе в красной зоне. Техника безопасности в приоритете. В отделениях предусмотрены специальные зоны, организованные по шлюзовому принципу, препятствующему распространению коронавирусной инфекции по госпиталю. Здесь его полностью обрабатывают дезраствором. Он снимает с себя одежду, замачивает специальные дезрастворы. Потом идет в душевую. Вот там душевая посерединочка. И душа выходит, в третьем помещении он уже одевается в другую одежду. Вот что необходимо для инфекционных госпиталей. По словам главврача, согласно графику работ, новый госпиталь полностью будет функционировать к 20 мая. А к 10 числу уже заработают готовые палаты для приема больных. Фатима Дорова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево, Черкесия.